Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и вы снова на моем канале. И сегодня у нас уже 14 урок по изучению польского языка. И сегодня я подобрал для вас такие фразы, которые будут полезны при устройстве на работу. В каждой из этих фраз я делал упор на какое-то одно необычное слово и дополнял ее фразой, чтобы это более просто запоминалось. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, поскольку люди в основном едут в Польшу с целью работы, разберем такие фразы, такие выражения. Итак, первое. Я хотел бы работать в этой компании. Хочел бы працовать в той фирме. Хочел бы працовать в той фирме. Думаю, здесь не возникнет у вас вопросов, здесь все в принципе понятно. Нашел объявление в интернете. Зналазлим оглашение в интернете. Зналазлим. Нашел. Оглашение, объявление в интернете. В интернете. Я недавно приехал в Польшу. Недавно прибыль до Польски. Недавно прибыль до Польски. Ранее работал в офисе. В Чешней працовал в бюже. В Чешней. Ранее, недавно. В Чешней. Працовал в бюже. Офис. В офисе в бюже. В офисе в бюже. А офис по-польски будет бюро. Бюро. Офис. Бюро. Я хочу зарабатывать деньги. Хце зарабить пенёнзы. Хце. Хочу. Зарабить. Зарабатывать. Пенёнзы. Деньги. То есть, ничего сложного. Хце. Зарабить. Пенёнзы. Потому что должен выплачивать кредит. Здесь мне стало интересно слово именно кредит. Так как, возможно, кому-то понадобится брать где-либо кредит. И знать это слово, в принципе, будет полезно. Поневаш. Мужи заплачить пожичка. Поневаш. Мужи заплачить пожичка. Поневаш. Потому что. Мужи должен заплачить пожичка. Кредит пожичка. Думаю, это слово очень простое, так как оно очень похоже на украинский аналог. Позичка. Пожичка. У меня три года опыт работы. Мам тшилата до свечения заводовего. Мам тшилата до свечения заводовего. До свечения заводовое. То есть, заводовое. Заводовое это как университетское. То, какое вы получили в университете образование. То есть, у вас опыт работы именно по специальности вашей. Три года. Мам тшилата до свечения заводовего. До свечения. Опыт. До свечения. До свечения. То есть, иногда по яйке спрашивают, кто ты заводу. То есть, на кого ты учился. То есть, кто ты по образованию. Условия работы тут хорошие. Ворунки працы тутай сон добре. Условия. Ворунки працы. Ворунки працы. Условия работы. Тутай сон добре. Сон. Вы уже помните, почему мы используем именно сон. Потому что это множественное число. Поэтому используется сон. Ворунки працы тутай сон добре. Я хотел бы остаться здесь на более длительный срок. Хчал бэм зоста чту пшес длужший час. Хчал бэм, я хотел бы зоста чту пшес длужший час. Длужший час, длительный срок. Длужший час. Сколько длится обучение? Як длуго трва шкаление. То есть, длится трва. Сколько длится? Як длуго трва. То есть, с этим именно выражением можете спрашивать что угодно. Як длуго трва праца, як длуго трва шкаление, як длуго трва обяд. Что угодно вы можете спросить. Я приехал сюда с другой стороны. Пши ехалем ту зенего краю. Пши ехалем ту зенего краю. То есть, вам нужно запомнить, что если вы, что название с другой стороны, то есть, это край. Другая сторона это край. То есть, зенего краю. Либо еще можно говорить, если чужестранец, опцокраевец. То есть, так еще говорят. Опцокраевец. Но это уже из другой песни. Итак. Я из Украины. Естем из Украины. Естем. То есть, вам нужно не забывать, что практически во всех языках нельзя просто сказать я украинец. Нужно сказать я есть украинец. То есть, так и здесь. Естем из Украины. Естем из Украины. Я из Украины. Я украинец. Естем украинцем. Естем украинцем. Я хочу жить в Польше. Хце мешкать в Польсце. Хце мешкать в Польсце. Я хочу, хце, жить, мешкать в Польсце. Какие документы необходимы? Якие документы сон подшебны? Якие документы сон подшебны? То есть, документы. Вы поймете с этого, что это документы. И вам не придется придумывать какие-то слова. И сон подшебны. Какие необходимы? Подшебны. То есть, очень просто провести аналогию с украинским словом потребно. Подшебны. И очень просто запомнить. Сколько будет зарплата? То есть, если вам нужно спросить, сколько будет зарплата, то обычно так говорится, месячная зарплата. Месячная зарплата. То есть, дословно, месячная зарплата. Поэтому можете смело спрашивать именно таким словосочетанием «мещенщиньего наградзения», так как именно так оно и употребляется. Я готов начать работу с завтрашнего дня. Готовый до працы от ютра. Готовый. Готовый до працы. К работе от ютра. С завтрашнего дня. От ютра. В принципе, это были такие основные слова. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите комментарии внизу. Если есть у кого-то какие-то поправки, то тоже все оставляйте в комментариях. Я буду рад любому комментарию, который вы оставляете. И на каждый из них я буду отвечать. В принципе, у меня все. Всем желаю хорошего трудоустройства, чтобы все нашли хорошую работу и хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok